Окей, Руслан, почему ты вечно докапываешься до девушек? То есть Саш Спилберг, Масленников, Эли Ди... Понимаете, безумие это такое понятие, которое в принципе не имеет какой-то половой принадлежности. Поэтому я могу говорить что угодно, когда угодно и про кого угодно. Уж тем более, когда, знаете, многие современные девушки ведут себя не лучше средневековых валютниц, покупая ради пары сотен лайков в интернете больных животных, показать наличие их на камеру, ловить привидений в доме из пленки на дереве, имея при этом два высших образования, постоянно кичиться всем этим, знаете, это заставляет задуматься. Ну, а это был такой небольшой дисклеймер, предвкушая многие комментарии под этим вот видео. Да, я уже представляю, что вы будете мне писать. Вот, но я перед началом, как всегда, небольшая рекламная пауза. Путешествие мечты. 10 долларов и 3 дня торговли на Бинома. Смартфон. 10 долларов и 8 часов торговли на Бинома. Ужин для любимой. 10 долларов и 2 часа торговли на Бинома. Ты можешь позволить себе все. Ну, а нашу сегодняшнюю героиню зовут Плюшевая Ксюша. Девушка далеко не молодая и, как полагается, женатая. Но, в отличие от своих сверстниц, Ксюша не работает в банках и не рожает потомство. Она выбрала, ну, немного другой путь. В свою очередь, Ксюша настроена делать качественный контент. И считает, что у нее незаслуженно мало просмотров. Страдает биполярным расстройством и силиконовой грудью. Любит детей. Зайдя на канал силиконовой Ксюши, знаете, я немного так растерялся. И у нее очень много там видео от клипов с Миленой Чижовой до гайдов по плаванию в молочных ваннах, блять. И знаете, это все выглядит очень и очень отвратительно. Даже не потому, что у меня неприносимость лактозы. Мне, в принципе, это неприятно смотреть. А просто это слишком опошленно и... Да, вообще неинтересно. Ну и поскольку Ксению терзает кризис среднего возраста и сильно не даёб, что, собственно, видно по ее соцсетям, она там буквально орет. Давайте, давайте, ребята, я делаю самые хорошие видео. Давайте посмотрим ее первый видос, который называется «Целая ванна молока и маршмеллоу». Всем привет, с вами Плюшева и Ксюша. И сейчас я буду купаться, но только не в воде, а в настоящем молоке. И для того, чтобы наполнить нашу ванну, нам потребуется молоко. Очень, очень много молока. Блядь, первое, что начинает дико раздражать с первых же секунд видео, помимо хуевой картинки, макияжа, провинциальной давалки, вот этих вот засветов, будто у нее цирос печени, так это дикция подачи уровня телеканала «Карусель». И самое смешное, что вот ее парень, я помню тоже снимал какие-то говеные видосы для детей, идентичная подача. Все вот один в один. Всем привет, с вами Денис Дэнди. Вы постоянно спрашиваете, как же стать ютюбером? Сейчас я вам все расскажу. При покупке наушников вы можете получить 4 халявных подарка. МБ-3 плеер, наушники Beats Tour, акустическая система S10 и нож-визитку. Либо это передается половым, блядь, путем, либо он гениальный там режиссер-кукловод и все вот за ней делает, потому что это очень сильно чувствуется и за этим вообще неприятно наблюдать. Вы готовы к заплыву? Окей, я вообще точно сейчас на ютубе, я не на каком-то порнохабе, не на дойках, потому что то, что я вижу сейчас, это... Алло, алло, Милонов? Да, выезжай. Блин, вы просто представьте такую ситуацию. Проходит 10-15 лет, они уже выросли, наконец-то поумнели, Ксюша со своим мужем, да, у них появилось потомство, появились дети, ребенок пошел в школу, у этого ребенка есть какие-то друзья. Вдруг друзья натыкаются на вот эти вот видосы, вы просто представьте их реакцию, представьте их ахуй. Единственное, что могу с этим сопоставить, это... М, я, б, с, эту маму я бы трахнул. Клево! Клево, я бы тоже! Ё-моё, ходят слухи, что Клеопатра очень любила такую ванну, и она частенько плавала в молоке. Благодаря этому ее кожа оставалась нежной и всегда молодой. И теперь моя кожа, наверное, будет очень-очень-очень увлажненной. Да, абсолютно согласен, еще Клеопатра остается одной из самых великих и могущественных женщин в истории, которая управляла целой страной. Я уверен, она перевернулась, блядь, в саркофаге своими скоробеями, если бы услышала вот это сравнение. Хотя, да, вряд ли была бы она им довольна. Не знаю, как вам, но, по-моему, это выглядит пиздец, как мерзко. И я не понимаю, откуда вызвана такая любовь к еде. Возможно, у нее такой фетиш, и во время секса она просит Денчика засунуть ей куда-нибудь наггетсы, сесть жопой на уль, и облить ее медом, там, морковкой натереться. По-моему, это просто пивот продуктов, и как минимум, омерзительно. Ой, как это приятно, я вам скажу. Это вообще очень странно, потому что мне говорили, что силиконовая грудь на ощупь, как какие-то вареные яйца, и это не очень приятно, я так полагаю. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Особенно пусть поставят лайк те, кто очень любит маршмеллоу. Да, чуть все. Мне очень понравилось. Я получила огромное удовольствие, записывая это видео. Чтобы мне тебе было весело. Да. БОРОДА! БОРОДА! Ээээ, блять, я не знаю, что сказать, я не представляю, насколько сильно я тупел, пока все это смотрел, но, Ксюша, ты же так орала, что у тебя незаслуженно мало просмотров, что все блогеры снимают хуйню, что блогеры, которые осуждают других блогеров, тоже снимают говно. Окей, возможно, я опять не прав. Напишите свое мнение в комментариях. Вы посмотрели только что видео Ксюши, я считаю, что это недостойно даже тех двух с половиной миллионов просмотров, которые там есть сейчас. Я считаю, что это достойно лишь клинического диагноза, блять, от доктора Карлова, я не знаю. Окей, давайте продолжим. Собираем 70 тысяч лайков и выходит новое видео. Как вы знаете, сейчас идет такой непонятный, по крайней мере, для меня тренд, делать клипы, песни, особенно, когда ты ебаный бездой. Вот именно в связке с этим, без минимального бэкграунда, слуха и всего, что, собственно, для этого нужно. Так вот, Ксюш тоже решила покорить Олимпийский, видимо, вслед за Оксимироном и представила публике свой клип на трек Сны. Женя, Гоша, как вы, как вы могли вообще? Мы с вами делали такие великие вещи, клипы про шаурму, клипы про миллион, клипы про Олега Газманова, а вы вот, ну вот, блин, пацаны, они вас не стоят вообще, вот правда, вот завязывайте. Клипы блогерам, это вообще неблагодарная хуйня. Я понимаю, Эдвард от Эва, да, но вот плюшевая Ксюша, все, это стоп-крам, пацаны, хватит. Ну а здесь мы видим обычный рабочий день измалеванной блогерши-эскортницы, съемка на дешманскую камеру за 30 тысяч, попытка отравиться мицеллярной водой и мучительное ожидание следующих попоек с такими же друзьями-маргиналами. Блин, Ксюш, прости, но я не смогу, мне пора домой уже. Ребят, вы куда? Видимо, за актерской игрой. Снова идут дожди, и ты меня не жди. Что это было сейчас? Мне кажется, эта шмара не умеет петь совсем. Вот знаете, это заметно всегда, когда блогеру гострайт, тыль, когда блогер сам проявляет креатив и показывает, на что он действительно способен. Как видите, здесь блогер делал все сам. Я словно шоп от тьмы, приду к тебе во сны. Я словно шоп от тьмы. Приду к тебе во сны. Мама, помоги! Мама! О нет, Блин! Во снах летаю, звезды летаю. Никто не знает, что нас ближает. В один момент эти гарпии решают не снимать видео, а обухнуть где-нибудь на съемной хате в северном Медведково, параллельно при этом снимая ремейк на сериал Хованского, потерявшийся в джакузи. Ладно, не умеет она петь, играть, дружит с кем попало. Все очень плохо в этом треке, но единственное, за что это невозможно никак простить, так это за то, что это полностью спижина западного трека. Причем спижина, ну, совсем плохо. В конце клипа она решает передознуть аптечными таблетками, дабы ее лесбийские мечты с Миленой Чижовой делись вечно, но, к сожалению, никто не умирает, и мы с вами можем лицезреть двух опрокинутых и не очень приятных дам, и понимаем, собственно, что если ты стремная никому не нужная давалка, пластические операции тебе не помогут. Вообще, Ксюша очень талантливый и разносторонний человек. У нее на канале есть переоплощение в клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга, но уже новой экранизации, можно так сказать. Есть куча разных вызов, коллаборации с Марианой, куча форматов взятых у того же Сындука и у других блогеров, то есть человек много чего снимает, старается, но он считает себя недооцененным. Например, вот это видео я вообще отказываюсь как-либо комментировать, потому что, блядь, займись уже нормальным делом. Ты гонишься за теми вещами, у людей не те какие-то цели, идеалы, блядь, хайп, просмотры. Ебанулись. Ну, если вы еще не видели наш новый клип, который вышел буквально две недели назад, то зацените его где-то на экране или по ссылочке в описании. Ставьте лайк этому видео, с 70 тысяч лайков выходит новый видос. Меня зовут Руслан, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Вот. Ты че, блядь, не понял?